МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как получить билет в новое сильное окружение? Как привлекать в свое окружение миллионеров? Где научиться выстраивать долгосрочные деловые связи? Связи решают все. Ваш билет в сильное окружение здесь. С 18 по 20 августа. Нетворкинг-кэмп в Грузии. Наш особый гость Маргулан Сесимбаев. Три дня нетворкинга с миллионерами. Новое окружение. Новые партнеры. Вы освоите глубинную экспертизу в выстраивании бизнес-связи с миллионерами. Научитесь выстраивать деловые связи с такими людьми, как я, Маргулан Сесимбаев и Олеся Бацман. Регистрируйтесь и до встречи в Тбилиси. Добрый день, шановные друзья. Мой сегодняшний спиророзмолвник – один из лучших радянских акторов, который выбрал в себя и Мхатевскую, и Товстоноговскую школу. Сегодня у нас в гостях народный артист Радянского Союза Олег Басилашвили. Олег Валерьянович, добрый день. Спасибо, что мы сегодня встречаемся в этой прекрасной, хотя погода не очень хорошая, но все равно прекрасной питерской обстановке. Я очень рад, что вы пришли к нам. Вы знаете, вы родились в московской интеллигентной семье. Как вы думаете, сейчас интеллигенция обмельчала или нет? Ну, не мне об этом судить. Да, почему? Ну, об интеллигенции говорят всегда в прошедшем времени. Вот интеллигенции времен Чехова, интеллигенции времен еще более ранних. А что сейчас происходит, судить трудно довольно-таки. Тем более актеру, который с утра до ночи занят в театре и мало общается, не ходит на тусовки, не ходит на выставки, к сожалению. Вам это не нужно или нет времени? Просто некогда, а если есть время, то усталость уже и хочется просто отдохнуть. Ну, вот окружающая вас действительность, я имею в виду люди. Раньше все-таки, мне кажется, люди были глобальнее, мощнее, масштабнее. Сейчас вам нравятся люди, которые вас окружали? А что вы имеете в виду под словом «раньше»? Ну, вы знаете, 70-е, 80-е годы еще остался довольно такой мощный слой интеллигенции. Да, конечно. Тогда просто они были более высвечены, эти фигуры. Потому что начало 90-х годов, особенно с приходом Бориса Николаевича Ельцина, люди приобрели самое, мне кажется, драгоценное, что может приобрести человек. Это отсутствие страха. И вот это отсутствие страха помогало им говорить все, что они думают. Даже ерунду всякую. Люди перестали бояться, что за лишнее выскочившее из их условия можно подвергаться каким-либо репрессиям. Моральным или тюремным, каким угодно. Люди об этом забыли. Поэтому каждый стал самим собой. Как при Петре. Знаете, был этот указ, чтобы все говорили не по бумаге, а без бумаги. То есть, каждого дурость сразу была видна. Вот так. Поэтому все это было видно. Сейчас, к сожалению, времена такие, что этот страх начинает постепенно возвращаться. Себе дороже говорить, да? Да, поэтому многие молчат. Многие, наоборот, пытаются, так сказать, в пандант к определенно точным правительственным установкам, так сказать, высказываться. Многие меняют свою позицию. Тут сразу видно, кто есть кто. Это есть такая проверка. Ну, поэтому, видим, создается ощущение, что вот таких личностей становится все меньше и меньше. Ну, говорили раньше интеллигенты, люди с больной совестью все-таки, да? И смотрите, тот же Короленко не боялся вести переписку с Лениным, очень неоднозначную в свое время. Еще раньше и Чехов мог сесть себе спокойно, поехать через всю страну на Сахалин, хотя, казалось бы, чего ему, Чехову, человеку с таким именем, да, и с благосостоянием. Сегодня это возможно, на ваш взгляд? Или люди, претендующие на право называться интеллигентами, все-таки им комфортнее и удобнее быть других? Вы знаете, если человек претендует на право называться интеллигентом, то он, наверное, и не интеллигент. Потому что о себе говорит, что я интеллигентен или я не интеллигентен, пожалуй, лучше сказать, я не интеллигентен. Потому что что такое интеллигент, понять довольно трудно. Это такое понятие, свойственное только России. Я имею в виду и Украину, и Грузию, и что угодно. Только вот этой империи, вот там зародилось это понятие. Есть на Западе интеллектуалы, умные, начитанные, образованнейшие люди. Но вот как по сути своей интеллигенции там как бы нет. А вот у нас она существовала и существует до сих пор. И, наверное, будет всегда. Чем это вызвано, я не знаю. И что такое интеллигент, тоже трудно сказать. Вы можете представить, допустим, деревенского человека, который интеллигентен? Могу. Я могу. Я могу. Это не значит, что он прочёл всего Вольтера или там ещё что-нибудь. И у него может быть не быть маникюра на пальцах. У него не может быть маникюра на пальцах, у него рваные ботинки и так далее. Но что-то в нём есть такое, что ставят его по одну баррикаду, допустим, вместе с Чеховым. Понимаете? А другой рядом с ним живущий по другую сторону этой баррикады. Опять-таки, чтобы закрыть уже тему интеллигенции, в письме к Короленко, отвечая на его письмо, Ленин написал, что интеллигенция – это не мозг нации, а говно нации. Что вы думаете, мозг нации всё-таки или нет? Я бы причислил Владимира Ильича именно ко второму. Тем более, он высказался не только… Это не только одно широко известное его высказывание, он ещё одно высказывание. И это высказание было претворено в жизнь его великим учителем, учеником, вернее, товарищем Сталином. Это высказание следующего рода, что всё нравственно, что служит делу победы пролетариата. То есть, библейская заповедь о нравственности, она отвергалась, и всё называлось хорошим и нужным, и нравственным, если это служит победе власти в стране. То есть, можно предать отца, мать, жену, можно убить ребёнка, если это необходимо, и т.д. Всё это нравственно. Так же, как Гитлер писал на пряжках своих солдат, «God mit uns», «God с нами», «Бог с нами», то же самое здесь сказано. То есть, Гитлер сказал, убивайте, насилуйте, режьте, грабьте, сжигайте, я беру всё на себя, нас Бог одобрит. Вот такая же теория, такой же лозунг был высказан Владимиром Ильичем Лениным в своё время. И я думаю, что опираясь именно на этот лозунг, были такого рода массовые, как это сказать, убийства, такие как Катынь, допустим, или Голодомор на Украине, это уже позже было, но всё равно это ленинское дело. Ну, и т.д., и т.д., репрессии прибалтов, репрессии многомиллионной репрессии граждан Российской Федерации, ну, и прочее, прочее, прочее. Всё. В результате этого высказывания произошло следующее. Действительно возник новый тип советского человека, и мне кажется, именно с этим типом сейчас и идёт неравная борьба за то, чтобы люди стали людьми, а не теми людьми, которых из них формировали инженеры человеческих душ, так называемые писатели советские, чтобы они стали людьми. В начале 80-х годов я впервые попал в МХАТ имени Горького, у меня было бешеное сердцебиение, потому что мне казалось, я вхожу в храм, увидел совершенно мёртвый театр, мёртвых актёров, и понял, что это, наверное, легенда больше. Вы, когда были маленьким, вы бредили, я знаю, МХАТом, тогда это был живой театр? Думаю, что да. А какой МХАТ? Вы Ефремовский МХАТ? Да, да. Ну, это я так просто спросил. Думаю, что да, думаю, что да, потому что мёртвый театр никогда бы не остался у меня в памяти. Я, будучи маленьким мальчиком, мне было 6 лет, видимо, это было до войны точно, значит, ну, будем считать, 20 или 21 июня 41-го года я смотрел спектакль Московского художественного театра «Синяя птица», поставленный Константином Сергеевичем Станиславским. Я до сих пор помню всё от ада я и могу даже вам нарисовать декорации, хотя я больше этого спектакля не видел. Это было потрясение, да? Ну, я был мальчишка, я не знал, что такое потрясение. Я просто был, ну, например, когда мы пришли домой, в нашу коммунальную квартиру, где были очень милые соседи и так далее, я вдруг понял, что кошка, кот наш, барсик, это не просто вот кот, а у него ещё душа есть. Что-то там таинственное, что огонь в печке, в плите на кухне, это не просто огонь, он противоборствует с водой, и у них союз воды и огня не разрывен, но в то же время они ненавидят друг друга. Понимаете, Станиславский показал всю сложность, апоэтизированную сложность жизни. Наверное, это было живо. Вы в тот вечер захотели быть актёром? Нет, мне было 6 лет, какой там? Нет, 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 нет. А потом, я, видимо, смотрел, бывал и в других детских театрах, и на утренниках, наверное, меня водили, но я ничего не помню, ничего не помню. Помню, что я был в детском театре на каком-то спектакле по пьесе Маршака, видимо, и после спектакля автор вышел на сцену и сказал, ну, дети, идите ко мне, будем фотографироваться. И меня мама всё гнала к нему, а я не шёл. Вот это я помню. Самого спектакля я не помню. А это я помню до сих пор. До сих пор. И вот недавно у нас был юбилей студии Московского художественного театра. Школы студии. Школы студии, которые я окончил. Ну, и были там все наши, и ранних, и поздних выпусков. И все, конечно, приоделись, бабочки, галстуки, рубашку. Вот как я приблизительно сейчас перед вами переоделся. Пришёл Миша Михаил Михайлович Казаков. Мы с ним на одном курсе. Мы же вместе учились на курсе. Да, на одном курсе. А он подчёркивал своё небрежение в таком вязаном свитере грубом, небритой, с трубкой. Вообще, я говорил, да ну, вся эта ерунда вообще. Сын писателя, богема. Да, ну, что это такое вообще ерунда вся эта. Ну, ерунда, ерунда. Да, мы с ним рядом сидели. А там о сцене было очень хорошо сделано. И кинофильм такой маленький шёл у них. И стали мелькать фотографии наших педагогов. И артистов МХАТа, и по общообразовательным предметам, и так далее. Под марш из синей птицы. И когда марш звучал, в темноте Миша наклоняется ко мне и говорит, старик, я плачу. Вот что такое Константин Сергеевич Станиславский. У вас ведь сильный курс был, да? И Евсигнеев, и Доронина, да? Женя Евсигнеев, Татьяна Доронина, тот же Казаков, Витя Сергачёв. Я кого-то могу упустить. К сожалению, безвременно погибший по боль Володя. Зайкова Соня умер, Любимов. Ну, и так далее, и так далее. Было очень много хороших талантливых людей. После окончания школы-студии МХАТ долго не складывалось? Ведь это лотерея, чтобы сложилась, правда, у актёра? После окончания нас направили в Сталинградский областной театр. Нас не взяли в художественный театр. Кошмар. Да. Ну, а что делать? Мы запросто можем было остаться в Москве. Ну, показаться там, взять бы куда-нибудь там, да? Театр Станиславского, какой-нибудь областной, драматический там и так далее. Так все наши устраивались. И мы об этом сказали дома, что вот так и так. Так, отец сказал, нет, ребятки. Я провел от звонка и до звонка весь Сталинград. На брюхе прополз его весь. Если вас туда направили, ваш долг быть там. Мы поехали. Выписались из Москвы и поехали туда. А потом уже, поняв, что в этом театре мы не нужны, ибо мы еще зеленые люди, а там пустой зал. И город разрушен еще. Нет, город был уже, центр города был восстановлен, автопланетарий был, и гостиница, и театр был в полном порядке. Как это ни странно, театр не тронул война. Он каким был, таким и остался. И вокруг руины, а театр стоит. Ну, не в этом дело. Там необходимы были сильные артисты, популярные, знаете, чтобы привлечь народ. Ну, где-то через 2-3 месяца после пребывания мы пошли к директору. Говорю, я понимаю, вы нас можете не отпускать, но вообще, в принципе, вам было лучше. Он говорит, да, я подписал нам разрешение, мы уехали. И уехал в театр Ленинского комсомола. И тут началась действительно наша Ленинградский театр Ленинского комсомола. Началась наша судьба актерская. То, что вы оказались в БДТ, это счастливый билет вы вытащили, как вы считаете? Я полагаю, да. Я не знаю, что было бы со мной, как с актером, если бы я не работал в БДТ все эти годы. Особенно, конечно, с Георгием Александровичем Товстоноговым. И вообще не находился в стенах этого театра. Ибо, я теперь, наглядываясь назад, понимаю прекрасно, что актером может быть только человек, либо остро чувствующий, либо остро понимающий проблемы сегодняшнего дня. Я был зеленым мальчиком, воспитанным в хорошей интеллигентной семье. В пристенок не играл, понимаете, с финкой не ходил. То есть, и был невинен. Коров не доили. Коров не доил. Вот жизни я не знал. Поэтому дают какую-то роль, но я ее стараюсь сыграть. Но что я этим хочу сказать, еще было не ясно. И только к тому моменту, когда во мне стала вызревать какая-то позиция жизненная, вот тут я понял, что это главное, во имя чего выходит актер на сцену. Во имя того, чтобы свои жизненные позиции, нравственные позиции как-то довести их до сознания зрителей. Вот так вот. Со смертью Товстоногова БДТ закончился? Это другой театр уже? Нет, это, конечно, не другой театр. Это БДТ имени Товстоногова. Товстоногов воспитал плеяду замечательных артистов. Причем воспитывал он их только в репетициях. Никаких нотаций, никаких... Кнутом нет. Ну, как? Вот он добивался результата. Может быть, иногда чересчур жестоко. Понимаете, вот не выходит роль, не выходит, не выходит. Снял с роль, назначил. А для этого травма снял с роли. Все. Назначил другого. Такое у нас бывало. Но только в процессе репетиционном он воспитывал актера. Воспитывал актера. Он показывал актеру, что то, что делают актеры, это где-то вот до сих пор. А необходимо быть заполненным до конца. И это мы все прекрасно понимаем. Сейчас. Сейчас. Иногда он был жесток, я повторяю. Иногда чересчур требователи. Иногда пытался раскрыть бутон актерский. Раньше времени, что вредно. А иногда это помогало. Пойди пойми, когда раньше. А уж нравственные понятия существования в театре для него были неизыблемы. Но я вспоминаю, как один из наших очень хороших актеров играл главную роль в спектакле по Достоевскому. И я встретил... У меня была вечерняя репетиция. Он стоит около... Уже было 6 часов. Он стоит около доски расписания, смотрит. И я подошел. Я чувствую, от него попахивает водочкой. Я говорю, ты что, выпил? А там было категорически это все... Он говорит, да у меня день рождения сегодня. Я, говорит, в 4 часа пришли гости, я рюмку водки выпил. Я совершенно нормален, но вот рюмку поэтому попахивает. Действительно, он был трезв, так сказать. Ну, только запах. На его несчастье рядом Товсторогов оказался. Он все время ходил за кулисами. Вот ему объясняет, Георгий Александрович, вот потому-то, потому-то и потому-то. Я говорю, ну, хорошо, вы видите, одевайтесь, гримируйтесь. Он пошел, загримировался, оделся. Перед началом спектакля, перед занавесом вышел наш директор и сказал, ввиду болезни артиста такого, спектакль отменяется. Деньги может получить в кассе. И приказ. Уволите. Все. И уволили. И уволили. Поэтому ни о каком пьянстве в театре до сих пор речи нет. Наглядно. Или, например, на гастролях в Венгрии один из наших артистов позволил публично оскорбить, признаться в антисемитизме, будем так говорить. Оскорбил кого? Рядом сидящую русскую актрису, которая за это вылила на него компот. Он заподозрил что-то, да, неладное? Нет, нет, нет. Он стал высказываться в адрес евреев, очень милицеприятно. И в нашем театре вообще политика вот это вот там и так далее. Я этого ничего не знал. Утром в 7 утра звонок мне по телефону. Георгий Александр поручит срочно дойти к нему в номер гостиницы. Прибежал туда, вся труппа сидит. У него большой номер был, двойной вот такой. Он говорит, вот вчера произошло следующее и следующее. Что вы были пьяны? Он говорит этому. Актеру? Актеру. Он говорит, нет, я не был пьяный, могу повторить все, что я тогда говорил. Ух ты. Повторите, пожалуйста. Он все это повторил. Такая, знаете ли, реакционная речь времен Суворина. Знаете, вот такой махровый айтисемитизм. Мы все это выслушали. Капеляна стало плохо. Он сказал, я больше не могу, ушел. Да. На что Георгий Александр сказал, ну что же, ваша воля думать так, как вы сейчас сказали. Но я вам со своей стороны могу сказать, что никогда в моем театре вы не получите больше ни одной воли. Никогда. Это я говорю вам перед всей труппой. Ни в Масовке, ни главной, ничего. Поэтому она лучше всего будет уйти. Я попрошу Горбачева, главного режиссера Игоря Олеговича Александринском театре. Он вас возьмет к себе. Да, там это было нормально. Да. А сейчас вот билет вон отсюда. Тот улетел, больше мы его не видели никогда. Это тоже наглядный пример нормального отношения друг к другу в труппе. Конкретного. Конкретного. Вот на этих двух примерах, или третий пример, был у нас очень хороший человек, не буду называть фамилии. Он был секретарем партийной организации. Он был очень хороший, добрый, честный, порядочный человек. Но выпивал иногда, но редко. Потом он стал пить все больше, больше, больше и стал спиваться. Юрий Александрович собрал труппу и сказал, я ухожу из театра. Должен вас спрятать. Почему? Что? Потому что на ваших глазах гибнет ваш товарищ, вы пальцем о палец не ударили, чтобы ему помочь. Как это может быть? Вы же видите, что с ним происходит? Во что он превратился? Вы видите? Хотя он не был крупным артистом, он был артист на эпизоды. Так. Но вы же видите, что происходит с человеком? А вы сидите, как будто ни в чем не бывало. Это же ваш друг. В таком коллективе работать я не могу. И ушел. Вот так он воспитывал труппу. Михаил Юрьевич. Поэтому все это осталось в театре, в БДТ. Да, у нас другой главный режиссер. Да, он мыслит театрально несколько иначе, естественно, чем Товстоногом. Да, их таланты, может быть, сравнивать нельзя. Чей выше, чей ниже, это потом разберемся. Но, в принципе, вот эти заветы. Традиции. Традиции. Попытка добраться до сердцевины пьесы. Не себя выразить, посмотреть, какой я талантливый, посмотреть, как я оригинально мыслю, да, а понять, что же там такое автора волновало, что вот его заставил взять перо и написать пьесу. Вот это выразить. Вот это выразить. Вот это выразить. Вот это выразить. В последнее время. Это выразить. Вот это выразить. Это выразить. Гордон. Гордон. Наски. Наски. Гордон. 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 Вот такая. Вот так. Вот. В магазине мерчи будут широко представлены книги, которые я написал. Эти книги из тех, которые остались, у меня уже вышло 57, чтобы не соврать, да, 57 книг. Я сейчас дописываю 58 и на этом книгами заниматься перестану. Вот я вам сейчас покажу вообще две книги, которых еще не видел никто, они только вышли. Вот одна называется «Свет в конце тоннеля», как бы его хотелось увидеть. И вторая, которая называется «По душам». Если настроение у кого-то будет плохое, ее можно называть «По душам». Книги и эти, и ряд других книг, которые еще остались, я буду подписывать, делать автографы и дарственные надписи для тех, кто захочет их приобрести. Есть у нас еще вот такой пакет. Дмитрий Гордон, пакет очень красивый, двухсторонний. Есть у нас новинка такая. Птичье молоко «Гордон в шоколаде». Хит-продаж сейчас во всех магазинах, крупных сетях, ну просто хит. Вы знаете, это то, за что не стыдно. Это конфеты «Птичье молоко», сделанные из натуральных продуктов по всем старым еще советским ГОСТам. Это настоящий шоколад, это настоящее «Птичье молоко». Я вам скажу, еле удерживаюсь от того, чтобы не съедать такую коробку каждый день. Съедаю по пол коробки, невозможно оторваться. Я твердо знаю, что тот, кто закажет себе в магазине нашим одну хотя бы коробку, две, он не сможет потом от этих конфет отказаться, потому что по сравнению с ними все остальное намного хуже. Ну и наконец, хит сезона – это чашка, которую я вам покажу отдельно. Там надо провести целый ряд нехитрых манипуляций. Сейчас мы это с вами сделаем, я даже переоденусь в одну из футболок, чтобы было нагляднее. Друзья, заходите в «Гордон шоп», покупайте все, что сердцу мило. Мы вас ждем, мы вас не подведем, вы останетесь довольны. Ну что, друзья, и теперь, наконец, хит-продаж «Чудо-кружка». Берем кипяток из термоса, наливаем его в кружку и смотрим, что произойдет буквально на ваших глазах. Терпеливо ждем, ждать недолго. Ну вот, собственно, и все. Михаил Юрьевич Резникович, в чьем спектакле «Кафедра» вы играли брызгаловая, сказал мне, он учился у Товстоногова, что Товстоногов часто повторял «В искусстве падающего подтолкни». Вы согласны с этим определением? Многих он подтолкнул? Нет. Нет. Вообще-то говоря, при всей его жесткости, которая, видимо, сейчас вам стало очевидно, надо было чрезвычайно мягкий человек. Это был очень добрый, гуманный и хороший человек. Поэтому вся его, это напускная, это все во имя театра. Чтобы театр держался, необходимо так себя вести. Но он закрывал глаза на многое, на многое. Но все-таки продолжал держаться своей собственной линией, но каждый знал, что, в принципе, с этим человеком можно говорить, и он тебя поймет. Знаете, вот это был вот такой человек. Поэтому доброта его прежде всего мне сейчас вспоминается. Свои самые значительные, на мой взгляд, роли вы сыграли в фильмах «Рязанова». И «Служебный роман», и «О бедном гусаре замолвите слово», и «Вокзал для двоих», «Небеса обетованные», «Предсказания». Мощный какой, сколько фильмов прекрасных. Да, много. Это тоже счастливый билет «Рязанова»? Конечно, конечно. Что вы, вы понимаете, ну вот вы все-таки человек, который привык к камере. Да, вы, наверное, бывали перед объективом и снимали. А вот если взять человека неопытного... Театрального актера. Не театрального, просто вот, видите, поставить его на сцену, и полторы тысячи сидит в зале. Вот постой минуту. Вот у меня дочка моя, старшая, Ольга, недавно получала за меня награду «Золотой софит», которую я был награжден. Вышла на сцену. Да, а я был в это время, у меня спектакль был в Москве, я не мог присутствовать, к сожалению. И вот она мне говорит, когда я сидела, говорит, там, я поняла, что я должна сказать. Я счастлива, что это мой папа, то-сё, спасибо, до свидания, и уйти. Она говорит, я вышла на сцену, у меня ноги подогнулись. Потому что быть под прицелом полутора тысяч человек... Это суммарная энергия. Это может сойти с ума от ужаса. От ужаса. Поэтому это очень тяжело. Очень тяжело. И когда я у Рязанова, а камера те же полторы тысячи, даже больше, миллионы. Когда я у Рязанова вдруг очутил свободу на съёмках, благодаря его поведению самого, я был счастлив. И он приучил меня, не читая мне лекции никаких, к тому, что камеры это, в общем, пустяк. Ну, надо только знать, как тебе выгони. Так или так, или это, или это. Вот всё. А остальное работай по существу. Жить своей жизнью. Да. И он, знаете, что придумал? Первый фильм, служебный роман. Это впервые было сделано в Советском Союзе. Во-первых, он построил павильон. Там в павильоне он построил вот эту громадную бывшую баню или ресторан, что там было. И там это статистическое управление находится. Всё это было выстроено. Сейчас это невозможно. Денег на это нет. Снимают подлинный интерьер. А это всё было выстроено. И было поставлено там около четырёх или пяти камер. Вот, значит, мы снимаем сцену в кабинете у директора, у Алисы Бронов-Рендер. Четыре или пять камер замаскированные стоят. Одна снимает крупный план, вторая – средний план, третий – крупный этого. И так далее. То, что происходило в течение двух смен, раньше на Москве, снималось за пять минут. Потрясающе. Мало того, он говорил, так, только мы входим в павильон. Давайте снимать. Мы ещё текст. Да возьмите бумажки и говорите. А он в это время снимает. Мы смотрим к монитору. Всё это снималось ещё и на монитор. Это кодек, плёнка. Но одновременно с этим шёл сигнал и туда. И мы смотрели, было видно, вот это плохо, а это вот ничего. А здесь усилить, а это убрать. Тут я должен стать львее. То есть, понимаете? Мы обретали свободу. И за это я безумно благодарен Эльдару Александровичу. Ну, мало того ещё за то, что он режиссёр прекрасный, и много подсказывает, и интересная мысль. Но вот за это обретение свободы прежде всего я ему благодарен. Вы знаете, сейчас смотришь фильм «Вокзал для двоих», и совершенно современная история, и всё как в первый раз. Прекрасно смотрится картина. Это правда, что у вас отношения с Гурченко не сложились поначалу? Поначалу, да. Мы совершенно разные были. Столкновение характеров, да? Мы были... Нет, не то, чтобы они ругались, ничего. Но у меня она казалась опытной львицей киношной. А я был... Я вообще всегда к себе отношусь большой неуверенностью. Да? Да. Ну, даёт новую роль. Я совершенно не знаю, как её играть. Как это... Что это такое вообще? Зачем? Какой ногой? Прямось вам. И в кино то же самое. Вот что играть-то? И как это играть? Каким голосом говорить? Ничего неизвестно. А мне казалось, она такая уж опытная, так сказать. Прожжённая. Ну, она так себя и вела. Ну, вот. Плюс к этому у неё совершенно другое, как бы вам сказать, детство, юность. Иная. Да, всё другое. Да, всё другое. Может быть, это и хорошо для фильма. Потому что мы разные люди. Вот. И поэтому мы были друг другу вежливы, дружелюбны и так далее. Но вот этот холодок между нами был. Была одна сцена. Это вот такая по советским понятиям эротическая сцена. В купе вагона, когда мы остаемся наконец одни. Ночь пустой вагон, и мы там наедине. И такая, значит, где мой герой, там, поползновение. Стучится всё время. Да, да. И она была написана. И этот текст я не мог произнести. Вот знаете, я её обнимаю и говорю какие-то длинные фразы. По мне, так, тут ничего сказать-то невозможно. Что-то другое. Может, и не надо. Какие-то междометия. Не знаю. Это же не Дон Жуан мой герой. Не опытный ловелас. А вот так случилось. Туда, сюда. Вот. Стали меня упрекать. Я сказал, ну, если вот. Вот у Вальки Гафта прекрасно получилось. Это на пробе. Я говорю, возьмите Валю Гафту, пусть он играет вторую. Пусть он играет. Что ты меня взял? И я ушёл со съёмочной площадки. Это было на железной дороге. На Октябрьский вагон на дальних путях стоял. И ночью, где часа в четыре ночи, я оттуда уехал. И понял, что, наверное, меня дальше снимать не будут. Да, прошло вот что-то неделю. Дня три, четыре. Два, три, четыре дня. Вдруг звонок на съёмку. Я приезжаю. И Люся мне даёт текст, который она сама написала. А этот текст только такой. Да, ну что вы. Да нет, поймите. Вот такой вот. Междометия. Она меня прекрасно поняла. Она вообще талантливый, литературный человек. Конечно. Понимаете? Она, мне кажется, поняла, написала. И мы сыграли вот так вот эту сцену. Я безумно за это благодарен. И вот с тех пор началось наше сближение. Мы всё равно разные люди. Всё равно я не смогу так себя вести на эстраде, как она себя ведёт. Да? Да и в жизни тоже. Но по духу мы с ней одинаково. Во время съёмок эротических сцен ничего не проскочило? Искра не никак? О, это никогда нигде не проскочило. Никогда. Это всё выдумки. Ну, представьте себе, вы обнажённый, вот вы лично, Гордон, лежите в постели с обнажённой женщиной. Вокруг вас 500 человек в линзу наблюдают, что там у вас появилось. Ну, если с Горченко, трудно представить. Всё равно. Вообще ни с кем. Это же ужас какой-то. Я не понимаю, как это вообще можно. Поцелуи идти, так сказать, они же не искренние. Вот ничего подлинного, вот этого эротического чувства, на мой взгляд, может добивался только Гротовский, польский режиссёр. А это всё же, это же всё имитация. За что зритель платит деньги? За имитацию, да? Ух, как он здорово сыграл сумасшедшего. Ведь он же не сумасшедший. А как он? Как Рейнмена играет Дастин Хоффман. Ведь он же нормальный человек, а он играет вот этого Дауна, человека больного, а как здорово это делает. Вот за что деньги платят. У вас гривны или там что, у нас рубли. В зоне реальные съёмки были? В реальной зоне? Да, да. И были зэки настоящие? Настоящие зэки, но, значит, там была образцовая колония. И эта колония была до 18 лет. А я всё-таки выглядел старше. Поэтому наряжались на первый план всякие другие люди. Но, в принципе, это всё зэки были. Эта колония славилась тем, что она была без ограды. Забор построили мы, ну, для наглядности. Колючая проволока была? И даже колючей проволоки не было. Но в последнее время стали совершать побеги ребята. Потому что они хотели остаться дольше. Ибо на воле их ждала опять эта вот вся история. Воровская и так далее. А тут они в тюрьме и в тюрьме сидят. Там очень хороший был начальник, я не помню его имя, отчество, к сожалению, фамилии. Но он понимал прекрасно, что если он переведёт этого подростка во взрослую зону, всё, это университет. Он же никогда не будет честным человеком. Он должен остаться здесь и отсюда выйти на свободу. И вот в этой зоне сидели люди, значит, даже старше 19-ти. Но делали вид, что им, значит, там где-то 18. Но они меня стали проверять. Я прекрасно понимаю. А я одет даже кони в те же ватник с номером. Вместо бритой головы у меня. Стриженные. Бритые, стриженные. Работаем на улице, на природе. А у них волокуши из железных листов сделаны. Они волокут снег там. И по кадру им было вильно мимо меня проходить, там волочить. И вот сколько было дублей. Они все эти дубли с железными листами мне по ногам. А у меня валенки, мне не больно. Но по ногам. Причём я вижу, что могут спокойно объединить. Но они и так, что по ногам. Я где-то в перерыве подошёл. Ребята, ну зачем это делать? Вы чтобы думать, что я пойду сейчас стучать на вас или что? Я такой же сейчас подневолен, как и вы. Так что давайте не будем этим заниматься. Нафиг это надо. Они перестали. Потом, значит, там Пахан меня пригласил в камеру. Сказал, выпить хочешь? Я говорю, хочу. И тут же, значит, за очка достали пол-литру. Всё там есть. Всё. И в это время, значит, там человек пять собралось. Я в том числе вошёл, начальник их, ну военный. И сказал, так, на работу строиться. А Пахан остался со мной. Да, и выпивали мы. А потом он пошёл, начальник, говорит, а почему вы там или ты там здесь сидишь? Он сказал, спокойно, иди, иди. И тот ушёл. Вам всё стало ясно сразу? Всё стало ясно. А мы с ним, значит, подружились. Ну, как можно было за несколько дней подружиться? И он попросил меня произвести его фамилию в кадре. Что я и сделал. Да? Да, да, да. Проднесена, произнесена фамилия. Роль Воланда в сериале «Бортка. Мастер и Маргарита» главная роль в жизни, как вы сами считаете? В жизни нет. Нет. А в кино? В кино тоже нет. В кино тоже нет. Но это одна из очень значимых для меня работ. Очень. Ибо роман Михаила Афанасьевича настолько всеобъемлющий, многогранен, что сыграть всё, всё, что им написано, там фактически, по-моему, невозможно. Невозможно. Значит, надо было выбрать одну какую-то линию этого поведения Воланда. И что это такое? И что им руководить? Что он, собственно говоря, прилетел в Москву? Что ему там надо? Да? И чего-то прилетел. Ну, и у Булгакова мало об этом, что сказано. Ну, вот существует данность. Надо было додумывать. Вот такая личность. Да? И вокруг него это вот, значит, сумасшедший дом вот этот, который он привел с собой. Ну, и мне показалось, что поскольку эпиграфом для мастера Майрета служат слова из Фауста, Гетте, я часть той силы, что желает зла, но вечно совершает благо. Что это значит? Это значит, что этот человек, совершающий благо, эта личность. А действительно, если разобраться, что же он плохого сделал? Во-первых, он напугал всю Москву так, что до сих пор не могут в себя прийти. Раз. Во-вторых, он показал, что НКВД, КГПУ, КГБ, ФСБ – это все ничтожные силы, которые бояться особенно не надо. Потому что существует нечто такое. Выше. По сравнению с этим, это по сравнению с высшей силой все эти стукачи и прочие ничего не имеют. НИЧТОЖНЫЕ. В-третьих, уничтожил стукача барона фон Майгель на глазах у всех и выпил его кровь. И заставил выпить Маргариту. Барон, причем фон Майгель был такой, только его фамилия не Майгель. Забыл, к сожалению. Похожая. Такой был в Москве, и все узнали, что он такой. На все вечеринки он ходил. Вот он его убил. Первое. Второе. Наказал, отрезав голову главному атеисту Берлиозу. Отрезал голову трамваем. Все. Ничего себе. Значит, он уже за Христа. Хороший человек. Значит, он уже за Христа. Сказал прилюдно, и Христос, Иисус существовал. И доказать никаких доказательств. Он просто существовал. И больше ничего. Да? В-третьих. Необразованного, малограмотного поэта, бездомного, обладающего талантом, превратил в доктора философии. И в профессора. И двум выдающимся личностям своего времени. Мастеру, угадавшему всю историю Христа и Пилата. И его женщине, которая готова отдать ему жизнь, только чтобы он жив, жил и работал, героине любви и герою литературы и совершившему подвиг, он даровал покой. А что может быть выше? Свет. Но свет они недостойны, ибо он видел, Михаил Афанасьевич Булгаков, в фигуре мастера, нечто и свое собственное. А он недостоин света. Мистика не окружала вас во время съемок или после съемок? Нет. Потому, что все жалуются, те, кто соприкасаются с Булгаковой. Нет, это все выдумки, это все реклама, пиар. Это не религиозный роман. Это антисоветский роман. Ну, абсолютно. Поэтому мне очень нравится. Абсолютно. Мистика была только один раз. Когда я слышал все эти разговоры мистического, перед началом съемок, я был в Киеве. Я пришел в Киево-Печерскую лавру и решил пойти в восстановленный храм. Теперь он восстановлен. И как бы попросить разрешения у Господа Бога на это. А храм был закрыт. Ну, что делать? Я рядом там какой-то другой был. Я пошел туда. Стою, молюсь, смотрю на все. Подходит какая-то женщина ко мне, видимо, служка местная. И говорит, а вы не видели наш восстановленный, там у нас замечательный, этот самый, как это называется, иконостас, там резной и так далее. Я говорю, он закрыт. Пойдемте. Я, значит, за ней пошел, приоткрылась дверь, и меня пустили. И я там попросил разрешения у Бога, так сказать, вот на это святотатство. Причем, я полагаю, что никакого святотатства не было. Потому что эта фигура, это никакой, это не дьявол. Это один из тех, кто карает зло. Дьявол, сатана, он искуситель. Помните, как он искушал Иисуса Христа на стене, в пустыне? Прыгни, прыгни, и же Бог поможет. И в пустыне. Это никого не искушает. Он карает зло и предупреждает его. Чего стоят только фразы, никогда ничего не проси. Тем более тех, кто сильнее тебя. Сами придут и все принесут. В одном из интервью вы сказали, что советское кино и литература погрузили народ в атмосферу лжи. Вы подтверждаете это? Несомненно, да. К сожалению, это так. Это было сознательно, как вы считаете? Да. Это было сознательно. Недаром писатели называли инженеры человеческих душ. Представьте себе, мы привыкли к этому, слово образование, но представьте себе, инженер человеческих душ. Это же гестапо. Абсолютно. Вот человек берет, значит, вашу душу и что-то там переделывает, конструирует и делает у вас кого угодно. Но это же ужас. И действительно, мы, и вы, украинцы, и мы, русские, и российские граждане, и многие другие бывшие советские республики, сейчас, к сожалению, еще продолжаем оставаться теми самыми гомо советикус, какими нас сделал великий Сталин. И вся проблема именно в этом, ни в чем другом. И именно в этом, что мы остались этими, я вам должен сказать, я все объективно, я вот готовился к роли Сталина, но, к сожалению, не вышло. Хотели кино снимать, мне там... К большому, к сожалению. Да. Ну, не написан сценарий, там другое дело. Но я множество прочел, то есть, ну, буквально все, все его черновики, сталинские книги, пометки, и все о нем, и так далее, да. Это была очень... Это гениальная фигура. Гений зла. Вы сейчас, я напоминаю, вы наполовину грузин, и это накладывает какой-то отпечаток на восприятие Сталина, нет? Нет, нет, нет. Так. Понимаете, несомненно. Но этот человек во имя утверждения собственной власти одновременно оправдывал эту власть тем, что только он один может видеть будущее. Он один предвидит развитие коммунистического всего земного шара. И он один может воспитать этих людей. Поэтому все эти репрессии, награды и так далее, и так далее. Он конструировал ее очень удачно. Вот до сих пор я, несмотря на то, что я трезв в этом отношении, трезво смотрю на вещи, я вспоминаю, как 20, кажется, 1 июня или мая 45-го года, и 9 мая 45-го года парад победы, и демонстрация затем должна была быть, ее отменили, потому что ливень был страшный. И вот через две там недели, кажется, была демонстрация победы, которая длилась с 10 утра до 7 вечера. Представляете себе? Был ярчайший солнечный день, темно-синее небо, жара, ни одного облачка, блестят погоны, ордена, знамены, и мы идем по Красной площади, и товарищ Сталин стоит в белом кителе, с золотыми буговицами, ласка улыбается и показывает. Вон они, привет. И каждому. И на меня посмотрел. И как я был счастлив, и все мои товарищи, и студенты, мы шли в колонне маминого института, на педагогическом институте, она там работала, там студентки, они не уходили с площади, гнали Сталин, Сталин. И эти кадры есть, он вот так показывает. Да-да-да, спасибо, такой добрый отец, родной. Понимаете, это гениальный человек. Артист какой, да? И до сих пор это во мне сидит. До сих пор это сидит. Сталин сидит. Да. Да. Поэтому, когда вы рассказываете, допустим, подлинную вещь о Сталине, ну такой прием в Кремле, в Георгиевском зале, сидят Александров и Любовь Орлова, муж и жена, к ним подходит товарищ Сталин с бокалом вина, пьет их здоровье и так далее, говорит, а потом спрашивает Любовь, скажите, а он вас не обижает, она говорит, да что у него, ну хорошо, что не обижает, а то мы его повесим, тот говорит, за что, долго думает, потом говорит, за шею и уходит, вызывает во всех восторг это остроумие, но это же цинизм же. Иезуитство такое. Иезуитство, но в нас вызывает это восторг, какой ум. Сегодня. 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 Тогда страх. И тогда восторг. И тогда восторг. Это гениальный инженер человеческих душ, до сих пор наши души, и они переходят души наших детей, вот этот ген, он остался. Ну, он актер, по-моему, тоже гениальный, правда? Да, конечно. Вы где-то признали, что до середины 80-х годов были апологетом советского строя. Это действительно так? Нет. Ну, что? Нет. То есть, я никогда не был никаким диссидентом. Никогда. Мне это мало все волновало. Мало того, когда в Ленинграде в тогдашнем происходил процесс над Бродским, мне мало это совершенно волновало. Я был обывателем. Где я, где Бродский, да? Да. Ну, что-то там какой-то. Стихов я его не читал. Мой любимый поэт до сих пор Маяковский Владимир Владимирович. Понимаете? Прекрасный поэт. Да. А Бродский что-то там написал, что-то такое. Вот Сережа Юрский что-то бегает. Ну, пусть бегает. Моет какое дело. Суетится, да? Да, да, да. Понимаете? И так далее. Здорово, что вы в этом сейчас признаетесь. Да. Потому, что сейчас модно наоборот говорить. Да, я... 99% такие были. Понимаете? Да. Анекдоты рассказывали. Это все. Хрущев там кто бы не... А, все. Это не наше дело. Вот так вот. Иронично относились. Но никакой борьбы. Ничего этого не было. Абсолютно. Ну, конец 80-х. Перестройка набрала силу. Стали говорить... А потом я увидел Сахарова. Я увидел Сахарова. Я увидел того же Михаила Сергеевича Горбачева. Я увидел Ельцина. Ну, вы стали депутатом Верховного Совета СССР. Я увидел, когда выступает Сахаров. И как топают ногами это стадо. Послушное, молчаливое большинство. Агрессивно послушное Афанасьев назвал. Да, да, да. И как нас всего единицы на эти 110, 1100 человек депутатов Съезда народных депутатов. Стада, как сказали. Стада, да. И как они свистят, топают. Стоит беззащитный человек и пытается что-то сказать искренне. Они ему не дают говорить. И Михаил Сергеевич, ну ах, садитесь. Все. Ну, все. А тот вышел, он выстрадал всю свою жизнь в эту Конституцию. Ну, все. Садись. Садись. Ну, все становится ясным. Сахаров производил на вас впечатление? Несомненное, да. Да. Ну, я его лично, я с ним никогда не сталкиваюсь. Многое открылось для вас, когда хлынул этот поток информации огромный? Нет. Вы знаете что? Я все это фактически знал. Но мне было до фени, как говорят мои заключённые. Как интересно. Но когда это стало печататься, и когда это стало разрешённым, как-то вот всех нас взволновало. Потому, что, понимаете, тот строй, советский строй, он же ведь, ну что, мы же не в строе жили, мы жили в жизни. Конечно. Мы любили женщин, мы рожали детей, мы старались сыграть хорошо роли, иногда это у нас получалось. Вы были народным любимцем. Снимались в кино, возьмут, не возьмут, не взяли, огорчали, взяли счастье. Также сеяли хлеб, как Бродский говорит, покрывал чёрные то ли гумны, не пили только сухую воду. Мы занимались жизнью. И для нас вся ложь, окружающая нас, это было как воздух, которым мы дышим. У вас в Киеве, у нас в Санкт-Петербурге. Он отравлен газами, он нечист, он плох. Но мы им дышим, мы его не чувствуем. Идеалистом были, вот вы стали депутатом Верховного Совета СССР, того самого первого... РСПСР. Российской. Российской. Вы были идеалистом тогда? Вы понимали, что можно сдвинуть что-то? И мы это сделали. Сдвинули. Несомненно. Мы это сдвинули. Без нашей поддержки Борис Николаевич никогда бы не стал сначала председателем съезда, а потом президентом. Что за история была у вас в юности, когда вы якобы подкладывали бомбу под дом Василия Сталина? Я ничего не подкладывал. Мы шли с товарищем моим, моим ближайшим другом, с которым, к сожалению, мы сейчас давно уже, уже очень много лет не общаемся. Мы шли с гостей. У нас была самодеятельность. По Москве? Да, по Москве самодеятельностью мы там занимались. Пришли к девчонкам, к нашим знакомым. Мы сидели у них, чай пили, разговаривали. Ну, как молодые люди. Они жили в Арбатских переволках. Мы вышли на Гоголевский бульвар и пошли в них станции Дворец Советов, Карпоткинская. Теперь как-то иначе. Там, где Храм Христа Спасения. Вошли на эту станцию, аммиэскалатора на мелкого залегания. А уже поздно, было около 12 часов ночи. Пустая совершенно. Там такая длинная кишка, надо подойти к девочкам, которые раньше отрывали билеты в красных билетах. Мы слышали, говорят, гур-гур-гур, что-то такое. Стоят два здоровых амбала и пытаются без билетов пройти. Они их не пускают. Эти две девчонки, этих двух здоровенных мужиков не пускают. От них щавельном пахнет, от этих двух. Мы, значит, за них заступили. Здесь все такое. А он говорит, кто-то такой. Я возьми и брякну. Я из МГБ. Чего мне этот черт был? Не знаю. Вот брякнул, что я из МГБ. Чтобы они испугались. Не знаю. Тут же выхватывается из кармана цепочка. На цепи медаль. Там щит и меч. Пистолет. Боевой взвод. Три шага вперед. Все. Сейчас уложат. Уложат. Просто на месте. Он же пьяный. А вам сколько лет? Мы были школьниками еще. Кошмар. Да. Паспорта. Я, значит, пажа. Я не боюсь. Наоборот. Я зову свой паспорт. А у него не было. У моего приятеля. С собой паспорт. Он паспорт. Трубочку. Себе в карман. И все. И пошли. Тут же народ стал собираться. Шпионов поймали. Это был какой год? 1950. Да. Это было еще при жизни. И он мне говорит. Мой приятель. Я рву когти. То есть убегаю. Я говорю. Ты рванешку. Тебя уже бьют. Побежишь при попытке к бегу. Нельзя. Ни в коем случае. Пустая улица. И нас ведут. Но ни в какой не КГБ. И не в МГБ. А куда-то наверх по этой улице. Видимо там какое-то у них отделение есть. И вот на наше счастье выходит прихрамовая какой-то маленький человек. Прихрамовая. И они к нему. Фронтовик наверное. Нет. Он начальник их. Ну бывший фронтовик. В чем дело? Они говорят. Так и так. Вот значит сам. Я что-то пытаюсь лепетать. Коленки трясутся. У него и у меня все. И вдруг они говорят. Вот эти двое задержанную дома Василия Сталина пытались подложить пластиковую или какую-то там бомбу. Ой, кошмар. Все. Теракт. Десять лет без права переписки. Расстрел на третий день. Школьники. Я же знаю. Тут же навяжут нам организацию. Террора и так далее. И я начинаю что-то лепетать такое несусветное. Они не пьяны. Я говорю. Выпьем. И вот я рассказываю про этих двух девочек. Которых они пытались пройти. Я говорю. Я брякнул в эту глупость. Ну что? А почему я сказал? Я говорю. Авторитет ваша организация. Думал, что они испугаются. Ну и так далее. Покажите паспорт. Он вынимает мой паспорт. Уже скрученный. Тот смотрит. Спасибо большое, товарищи. Можете идти. И те, оглядываясь, ушли за углом. Ушли. Он дал мне паспорт. Сказал. Иди отсюда. Вы понимаете. Куда? И чтобы я тебя больше здесь никогда в жизни не видел. И мы с товарищем как дунули по Гоголевскому бульвару. Наверх. И до моего дома на Покровку. И он у меня две ночи ночевал. Хотя ряд дома его было рядом. Но ему казалось, что вместе как-то не так страшно. Страшное время было. Ужас. Вы видели, как забирают людей? Нет. Я видел у нас окна нашей кухни, нашего дома. Выходили на так называемые военные дома. Ну так называемые военные дома. Там жили, видимо, представители армии. Красная армия. И как-то я помню, я был вечером. И соседка наша Настасья Васильевна с бабушкой моей разговаривает. А эти дома видны. Эти окна. Как постепенно. Вечером всегда все окна. Свет гаснет, да? Да. Постепенно. Тут нет. Тут нет. А потом был весь темный. Это было где-то 37-й, 36-й. Не знаю, какой год. Но вот я помню, как это все. Потом мы ходили. Меня определили вместо детского сада. Меня определили в группу. Ну, частная группа. Одна из жилиц дома 14 на чистых прудах. Она держала группу. Там было детей человек 5-6. Вот так. Но она немка. Она с нами по-немецки говорила. До сих пор я помню две только фразы. И вторая фраза. Вот все. И вот, значит, мы там воспитывались. Ну, недолго. Наверное, месяца два ходил. Потом началась война. И мы уехали в эвакуацию в Тбилиси. Приехав из Тбилиси, первым делом пошли к ней. Как она? Она была уже уничтожена. Немка. Немка. Плюс к этому истории приятелей наших. Ну, например, Владимир Николаевич Сидоров. Такой крупнейший лингвист, филолог. Это человек, который был арестован или репрессирован за то, что он якобы хотел создать в организации своей. И они пытались создать филологическое правительство из их власти. Ну, бред сивой кобылы. Понимаете? Но он отсидел свое. Все. Лагеря. По заданию японской разведки. Да, да, да. И так далее. И так далее. Наша лучшая мамина подруга Элла такая. Она приходила к нам мыться. Потому, что у нас была колонка и были дрова. А в Москве не было горячей воды. Ну, и она приходила. Где-то был 44-й год, 45-й. Приходила мыться. Мылась у нас. Поэтому я часто ее видел у нас дома. Потом мама говорит, по-моему, что-то с ней нехорошее. А что? Она жила в Лаврушинском переулке, там, где Третьяковская галерея. Она говорит, Ира, моей маме говорит, за мной, по-моему, следят. Почему? Представляешь, иду я по Лаврушинскому. Вдруг подходит ко мне человек и спрашивает, скажите, пожалуйста, где здесь Третьяковская галерея? Ну, и что? Приехал человек, не знает, что в Лаврушинском. Ну, где она? Он спрашивает. Нет, все знают, где Третьяковская галерея. За мной следят. Ну, ладно. Прошло время. Эта женщина лежала в психиатрической лечебнице. И когда к ней приходил ее сын единственный, она говорила, глядя ему в глаза, вот плохо работает тебе. Вот когда ко мне придет мой настоящий сын, тогда я с ним буду разговаривать вон отсюда. Она считала, что это... Какая атмосфера страха. Представляете ли, что это такое? На маминой работе повесился человек, которого вербовали, и он согласился быть дарносчиком, сексотом. Он повесился у них на работе. Это только трое наших ближайших знакомых. А сколько их вообще было? Мы сейчас с вами беседуем за окнами Санкт-Петербург, но я думаю, что немногие знают, что вы были инициатором возвращения Ленинграду его прежнего названия. Да, это моя гордость. Безусловно. Это моя гордость. Как это происходило? Это на съезде или где? Ну, во-первых, петербуржцы во главе с Собчаком Александром Александровичем, они проголосовали, зато их было сколько? 60, кажется, 7%. Референдум был, да? Да, референдум был. И вот эти 60 с лишним процентов проголосовали за возвращение городу его исконного названия – Санкт-Петербург. И ко мне на съезде подошли мои товарищи, Салье такая у нас была депутат, и сказал, что я должен сказать, почему я? Лицо. Да. Я пошел на трибуну, с трудом прорвался, это вообще ужас выступления все эти, знаете, это годы здоровья уходят на это. Вся страна смотрела. Да, и потом за мной не только демократы, а еще и актерский цех, театр, мне нельзя ронять лицо, нельзя, я должен быть на высоте. Это очень тяжело. Ну, короче говоря, добился я выступления, в самом конце, перед перерывом где-то два часа, кажется, дня. И сказал, что вот, ленинградский референдум постановил, и просим переименовать город Ленинград, вернуть ему старое название. Санкт-Петербург, чтоб началось в зале. Боже мой. Ведь нас на 1100 было всего 100, чуть меньше человек. Остальное было коммунистическая партия. Что началось? Город Ленин, на что замахнулись. Да, да, да. Я сказал, что если этого не будет сделано, то после перерыва мы покинем зал свидания и сорвем съезд. И ушел. Тогда был председателем еще Хасбулатов, значит. Он еще был проельцинец тогда. И после заседания опять вышел, и при мне проголосовали за то, чтобы вернуть в Санкт-Петербург его исконно подлинный название. В лицо вам никто не плевал после этого? Плевали, да. Но область оставит ленинградскую. Да. Но я, так сказать, причастен к тому, что на московском вокзале висит надпись «Санкт-Петербург». Плевали в лицо фигурально или по-настоящему? Фигурально. Угрожали всячески. Были всякие действия, направленные на запугивание и уничтожение. И кричали что-то вслед, небось? Уничтожение происходит без крика. Смотрите. Вы сказали о себе, что вы стойкий гайдаровец и ельцинист. Да. До сих пор? До сих пор. Быть гайдаровцем так не модно? Ну, что значит модно, не модно? Я считаю, что, понимаете, когда предлагали быть председателем и возглавить экономическую реформу тому или другому умному человеку, и когда он отказывался, я понимал, что он боится ответственности. Конечно. А гайдар это ответственность взял на себя. Возможно, я не экономист. Возможно, в чем-то там были какие-то ошибки. Но судя по тому, что происходило в стране в 90-е годы, это был единственный путь. Как сказал Бурбулис, глубоко мной уважаемый человек, это было положение Цунг Цванга. Шахматисты меня поймут. Есть только один очень плохой, но один ход. И вот один ход это гайдар сделал. Но к стыду, к несчастью, вернее, ему удалось из всего алфавита нашего, в котором, кажется, 36 знаков, я не помню точно, от А до Я, произнести только несколько. А, Б, В – это приватизация, частная собственность и отпуск цен. Все остальное, что должно было поддерживать новое общество. Не дали. Да. Мы сделали прыжок над пропастью и были остановлены над пропастью. И до конца пропасть не долетели. Поэтому сейчас стремительно несемся вниз со все большим и большим ускорением. Это правда, что Ельцин три раза предлагал вам занять пост министра культуры России? Да. Почему вы не пошли? Из трусости, видимо. Это раз. Потом я знаю, что у меня нет никаких организаторских способностей. Это точно совершенно. Это два. В-третьих, я тогда должен был бы переехать в Москву, а я работал в БДТ. Правда, уже не было Товстоногова, но на мне лежала все равно ответственность. Я артист театра, не могу его бросить в тяжелое время. И никакого тщеславия не было? Я, министр культуры, все-таки нет? Нет. Интересное было время. Тогда Ельцин мне сказал. Тогда вот вы, кстати говоря, Борис Николаевич, при всей его грубости облика, я никогда от него не слышал ни одного бранного слова. Конечно. Конечно. От Михаила Сергеевича слышал. Но он не разговаривал без этого. Ни одного бранного слова, все на «вы» и по имени и отчеству каждого. Я понимаю, референты ему готовили, но никогда, никогда, в любой ситуации, в самой тяжелой, чтобы он сказал, «Ах ты, туды». Ни этого не было. Да. И он даже сказал, «Ну тогда ищите министра культуры, мы не можем проводить свидание Совета министров, вы бы не министров». Вам сказал. Да. Ищите. И вот было время. Представляете, я депутат, народный депутат, бегал по Москве без транспорта, его не было у нас, и к Щедрину, к Евтушенко, к Корякину, ну ко всем мной уважаемым людям обращался с этой просьбой, возглавьте Министерство культуры. Все отказывались по тем же мотивам, по которым отказался. Евтушенко порекомендовал Сидорова, да? Нет. Нет. Я добрался до Говорухина на Мосфильме, и стал его уговаривать. И сказал ему, что только благодаря вашему фильму «Так жить нельзя», это тоже я организовал. Когда стоял вопрос об избрании Ельцина председателем съезда… Просмотр организовал для депутатов. Просмотр… Да, я знаю. Дали автобус, 50 автобусов, и все поехали на Мосфильме, посмотрели эту картину, и весь съезд проголосовал за Ельцина. Это моё дело тоже было тогда. Я сказал, вы сделали Ельцина председателем, почти президентом, так? Вы обязаны быть, это ваш долг, я же вижу, как вы относитесь к жизни. А он ненавидел Ельцина. Он не хотел, потом вдруг согласил, сказал, хорошо. Я помчался к Силаеву, это был тогда… Казатель Совета Министров. …и сказал, Говорухин почти согласен, вы должны ехать и доломать его. Тут же он сел в машину, вот были времена, и помчался … Уговаривали ещё. …и доломал его до конца. Тогда Говорухин дал ему согласие. Тогда я обращаюсь к председателю Комитета по культуре, Поленову, покойному Царству Небесному, и говорю, а теперь вы должны нагрузить Говорухина проблемами, потому что у нас два месяца отпуска. И за эти два месяца жена его отговорит, или он сам охладеет к этой идее, он откажется в результате. Но, к сожалению, Поленов ничего не сделал. То есть, надо было, у нас там масса была проблем всяких. И соскочил Говорухин. И к концу отпуска он сказал, нет, я не буду. И кто? Кто? И взял на себя тяжелейшую ответственность замечательный Соломин Юра. И сделал очень много. Очень. Это был лучший министр по тем временам, лучший министр культуры. Он помогал. Мы работали вместе. Фактически, мы были в одной комнате, туда-сюда всё время ходили и так далее. Ну, например, мы знали, что если будут отпущены цены, пойдёт инфляция, ясное дело. И что не выдержать работникам культуры этой инфляции, какие там зарплаты. Поэтому мы всё время подбавляли, предупреждая инфляцию, мы подбавляли зарплату. Там на 100, на 200, на 1000. Поэтому, ну, инфляция нас обгоняла, но всё равно, так сказать, клок сена был подложен. Я вспоминаю один эпизод, такой Сеславинский был, Владимир Сергеевич, я был заместитель, он был как бы моим, что ли, вторым помощником, я не помню точно. В Верховном Совете уже. А я в комиссии по культуре был. И вот мы, значит, добивались того, чтобы детские сады и ясля работник в культуре, цены были заморожены. То есть, не поднимались бы эти цены. В принципе, благородная задача, действительно. Но Сеславинский был против. Я говорю, почему вы против? Он говорит, я не смогу смотреть матерям, шахтёрам, рабочим, колхозникам. Как? Почему-то у работников культуры так, а у них так. Какая разница? Я говорю, вы знаете, что работа актёра ничуть не легче, чем работа шахтёра в забой? Он говорит, ну что? Я говорю, хорошо, вот у меня сегодня озвучание. Это самое лёгкое, что может быть в кино. Самое лёгкое. Это не сыграть роль, это просто попасть туда. Поехали со мной. Поехали со мной. Я говорю, вот давайте так, если вы стоите вместе со мной, всё, я согласен, мы мораторий не накладываем. А если вы уйдёте раньше, вы голосуете за наш проект. Хорошо. Он поехал туда. Тем более, он там никогда не был, и было интересно. Мы входим в наш зал, не помню, кто уже был. Помню, Рязанов, я не помню, какой фильм мы снимали. Да, по-моему… Небеса обетованные. Да, да. И вот там сидел Рязанов и объяснил ситуацию. Он встал рядом со мной и сказал, раздевайтесь. Почему? Ну, ботинки снять, всё, штаны, всё. Жарко будет, очень тяжело. В трусах, в майке, иначе не выстоите. Ну, он, правда, не разделся, и всё, но я как мог носить. И вот мы начали. В четыре часа дня, до двенадцати, восемь часов смены. В чём ведь надо не просто попасть, а надо ещё сыграть. Вдохновенно попасть. Сыграть это всё надо. Поправить что-то и так далее. Тяжелейший труд. Где-то через два-два с половиной часа он сказал, я ухожу. Я говорю, нет, вы до девенадцати, а сейчас только шесть. До девенадцать часов ночи. Завтра я буду голосовать за ваш проект. Только отпустите. Проект наш был утверждён. Какое-то время цены на детские сады, на ясли были заморожены для работников культуры. Вот такие были эпизоды. Я вас хочу процитировать. Вы сказали, во мне вызывают брезгливость те, кто утверждает, что деятели культуры должны заниматься лишь своим профессиональным делом. Это так? Не совсем точно. Деятели культуры, конечно, должны заниматься своим профессиональным делом. Великий, гениальный русский писатель Лев Николаевич Толстой. Читаешь «Войну и мир» или там что-то ещё, да? Замечательное произведение. А потом идёт три тома объяснений, которые читать невозможно. Не надо заниматься вот не своим делом. Ты написал, и из этого всё следует. Не надо уже разъяснять, что к чему. Так что в этом смысле я не прав. Я только считаю, что любой деятель культуры должен быть гражданином. Его должно волновать то, что происходит рядом с ним в его стране. Что происходит с окружающими людьми. Вот скажите, почему Антон Павлович Чехов, отнюдь не являясь юдофилом, всё-таки выступил в деле Белеса против антисемитизма. Ведь он же поддержал, да? В деле Дрейфа, кажется, да? Я забыл. Дело Белеса. Белеса? Да. Белеса. Он поддержал ту сторону, которая говорила о невиновности этого человека. Да? Порвал с Сувориным. Почему именно на почве антисемитизма? Почему? Сувориным был явный антисемит. Почему? А? Почему он так сказал. Потому, что он чувствовал себя гражданом. Он понимал, что это античеловеческое чувство. Ненависть одной нации по отношению к другой. Это звериное чувство. Он это чувствовал. Да? Вот в чём дело. Тем не менее, власть, она же не приучена слушать артиста. Вы же очень точно, по-моему, сказали в своё время, что мы для власти, мы артисты для власти балалайчники. Да. Ну, куда уж точнее. Ну, понимаете, смотря какая власть. Смотря какая власть. Борис Николаевич Ельцин с большим вниманием слушал всех нас. И Анатолий Александрович, он ходил на все наши концерты, спектакли и так далее. Мало того, вот он опаздывал на спектакль. Он никогда в жизни его никто не ждал. Он сидел на галёрке первый акт. А потом спускался на своё место. При мне, например, он сидел в первом ряду в Мариинском театре. Он на этот раз пришёл вовремя. Вагнер, кажется, был в Мариинском. В ложе в Царского в первом ряду. Да. И там всё было занято. Входит академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Он первый вскакивает, сажает он на своё место. Культура. Культура. Или, как говорят, культуршмультур. Да. Но есть расхожее мнение, что задача деятелей культуры всегда быть в оппозиции к власти. Вы это поддерживаете или нет? Нет. 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 Не надо об этом думать. У тебя должна быть собственная позиция. Если она совпадает, значит, слава богу. Не совпадает. Очень плохо, но что же делать. Но надо в моменты, решающие моменты, необходимо эту позицию довести до сведения. Эту позицию. Потому, что к тебе прислушиваются. Ту или иную. Но только быть искренним, конечно. Я вам задам вопрос, который в демократической Украине и на демократическом украинском телевидении выглядит совершенно безобидным. Здесь он может восприниматься иначе. Если вы не захотите на него отвечать, не отвечайте. После того, что мы видели поведение Горбачёва, Ельцина, это были всё-таки люди демократически настроенные. В России власть поменялась. Пришли люди, такие как Путин, Медведев. Что вы об этом думаете? Это серьёзный откат назад, на ваш взгляд? Да, откат, конечно, существует большой. Я тешу себя надеждой, что это ненадолго. Не режим Путина, а что откат ненадолго. Вы называете это режим? Ну, режим Ельцина, режим Путина. Это разительно не похожие, эмоционально не похожие нравственно друг на друга системы. Тем более, что Путин сформировал вертикаль власти и так далее и тому подобное. Можно по-разному относиться. Ну, например, к не выборам, а назначению губернаторов. С одной стороны, я понимаю, почему я, я президент, я назначаю. Я этому человеку верю, я знаю, что он работоспособен и честен. Я его назначаю. А там могут выбрать любого бандита. Такое тоже может быть. Но, с другой стороны, этот самый отвечает перед нами, избирателями. Если мы говорим, не надо строить небоскреб посреди Невы, он боится, что мы его не выберем на следующий срок. А тут он не боится. Пусть он даже замечательный, хороший, добрый человек. Вы знаете, вы очень выросли в моих глазах, когда была очередная президентская кампания в России. И огромное количество деятелей культуры во главе с Никитой Михалковым написали слезное письмо Путину. Ну, вы уж, Владимир Владимирович, не уходите, но останьтесь на третий срок. От имени всех. От имени всех. Вы поступили совершенно противовес. Вы подписали письмо, чтобы он ни в коем случае не оставался. Я не давал ему никаких поручений говорить от моего имени. Никиту я уважаю, он прекрасный режиссёр, замечательный актёр. Я бы хотел с ним работать там и так далее. Но никто ему не давал право говорить от имени всех членов Союза кинематографистов. Это первое. У меня, например, всё противоположно. Я считаю, что раз у нас сказано срок четыре года или срок два раза по четыре года, всё. Недаром во всех нормальных странах такое четыре-пять лет, не больше. Потому, что на девятый год человек считает сходить с ума, что произошло с товарищем Сталином. А на пятнадцатый? А на пятнадцатый вообще в шизофрении. Понимаете? Вот в чём дело. Человек, который говорит, слушайте меня, я один прав, уже не прав. Поэтому надо, чтобы он всё время как бы на весах сидел, не дай бог что-то не так сделать. Я считаю, что то, что прописано в Конституции, надо осуществлять. Мало того, я полагаю, что человек, который не избран президентом, проиграл выборы, допустим, или ушёл после второго срока, должен занимать значительно менее ведущий пост. Чем президент. Чем президент. Понимаете? Президент один. Вот это было вызвано наше письмо. Вот. Вы ощутили вообще гордость за свой поступок? Сегодня это поступок? Нет. Нет. Какая гордость. Я сказал то, что я думаю, я считаю, что так и все должны поступать. Не было никаких нехороших сигналов за то, что вы сказали то, что думаете? Нет. 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 А с Путиным и Медведевым, когда они ещё не были президентами в Питере, вы пересекались, общались? Да. Но с Медведевым и нет, с Путиным я пересекался. Это было интересное общение? Ну, это было очень кратковременное общение. Как по вам наполовину грузину, как на вас, вернее, сказался грузино-осетинский конфликт? Тяжелейшим образом. Вы разделили официальную российскую точку зрения? Нет. Я не разделяю официальную российскую точку зрения. У меня своя точка зрения на это дело. Я полагаю, что действия российской стороны были рассчитаны на неуравновешенный, я имею в виду, характер господина Саакашвили. Рассчитаны на то, что он не выдержит. Что и произошло. Саакашвили совершил преступление, но и наши товарищи тоже вынудили его это сделать. Мне так кажется. И говорить о том, что только Саакашвили, только грузины, среди которых полно подонков, несомненно, это война, это кровь, гной, насилие. Разрушили Схинвали. А что же, когда наши танки вошли в Схинвали, что они цветочками забрасывали всех? Так же стреляли. Это были боевые действия, в которых пострадал народ, ничем не винный, ни в чем не виноватый. Осетины и грузины. Деревни грузинские вдоль границы и около гори, полуразрушенные. Там деревня, где родился мой отец, Карби, такая деревня, прямо на речке Ляхва стоит эта деревня. Тоже там погибли люди. Говорят, я так точно не знаю, но дай бог это может быть неправданным. Но все равно по ним били. Я считаю, что вообще конфликт между двумя православными странами дико выглядит. Это первое. Второе. Ах, Саакашвили, он так сделал. Ужасно то, что он убивал этих осетин, стрелял и так далее. Вспомним действия наши, того же Ельцина в Чечне. Чему же грузины не вмешались, не ввели свои войска? Если бы они ввели, что бы мы закричали? Или американцы, допустим. Я считаю, что вся деятельность Бориса Николаевича, связанная с Чечнею, была почти преступной. Что мы ему прямо в лицо и говорили. Он это глотал. Говорили. Да. У него нашлось сил прекратить эту войну, заключить хасавюрский мир. Да. И тут же его стали ругать за то, что он подонок, что он, значит, испугался. А он, чтобы кровь не лилась, заключил хасавюрский мир посредством Лебедя. Да. Но мы же творили то же самое в Чечне, что творил Саакашвили за одну ночь. Почему же мы считаем возможным вмешиваться в это? То есть, это внутреннее дело Грузии. Это внутреннее дело Грузии, которое нами может быть осуждаемо где угодно и справедливо осуждаемо. Но существует граница грузинской социалистической республики, куда входят Южная Осетия и Абхазия. Это сталинский раздел. Но мы подписали договор о нерушимости границ и нечего нам лезть не в свое дело. Мне так кажется. Другое дело, если у нас есть экономические и политические претензии на эти районы, можно сесть за стол и обо всем договариваться. Но не провоцировать на преступления президента Грузии. Вы очень умный, образованный человек, тонкий человек. Вы много читали, много классических произведений переварили, много анализировали. Общались с очень умными людьми в течение жизни. Вот приходится слышать, что у русского народа рабский менталитет. Что Россия страна рабов. Что ничего здесь никогда хорошего не будет из-за этого рабского менталитета. Это так или нет? Это вопрос сложный. Я боюсь кого-либо обидеть. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, я вам приведу маленький пример. Вы знаете, было такое выражение «красный пояс вокруг Москвы». Да, конечно. Возьмите карту, дореволюционную карту, на которой показана граница крепостничества в России. Брянск, Воронеж. Вот это все. И наложите на нее красный пояс. Один к одному. Как интересно. Почти. Очертания красного пояса – это очертания границ, внутри которых было крепостное право. Как известно, на Украине не было крепостного права. В Грузии, за Уралом не было. При Балтике не было. И в северных районах России тоже не было. Только вот центральная часть, Чичиковы там всякие, Маниловы и помещики и так далее. Вот эта центральная часть является красным поясом до сих пор. До сих пор я не знаю. Но была во времена Ельцина, она сопротивлялась той свободе, которую мы пытались дать нашему народу. То есть, это гены, правда? Да. Воспитана еще вдобавок к товарищам Сталина. И ничего с этим сделать нельзя, как вы считаете? Можно. Я считаю, что гигантский долг лежит, обязанность прежде всего, конечно, на руководителях страны, на президенте и на его товарищах, помощниках. Эта роль я могу сравнить в какой-то степени с ролью Моисея, который водил евреев по пустыне, по маленькой этой пустыне 40 лет или 20 лет, чтобы сделать из них свободных людей. Такова же роль и президента. Но плюс к этому, конечно, работники культуры, всего спектра культуры, от архитектуры до актеров, должны чувствовать, что любое их появление, любое их произведение должно быть пронизано правдой. Не демократической или анти. Оно должно быть искренним. Искренним. Вот я когда смотрю российское телевидение, да и украинское тоже, я понимаю, что ведется какая-то целенаправленная работа по превращению нас в идиотов. Я смотрю «Зверево», «Аншлаг», «Камеди Клаб». Вы человек, воспитанный на традициях МХАТовской школы, вы москвич коренной. Вы можете смотреть «Зверево» спокойно, «Аншлага»? «Зверево» – это что? «Зверев» – это вот тут по реке. Это да, как девушка, такой парень. Ну что вам сказать, да. Мне кажется, что тут совпало два начала. Первое – желание рейтинга, и чтобы на этом рейтинге еще рекламу туда вклинивать, тогда рекламу больше народу читает. То это расчет над зрителей, который только этого и ждет. А их большинство? А во-вторых, второе – превратить всю эту слушающую и смотрящую массу в рыгочущую, хохочущую и кающую от удовольствия при почесывании живота в виде юмора массу, который не задумывается ни о чем и только ждет, когда ему расскажет анекдот про тещу. Такой массой очень легко управлять. Я имею в виду в данном случае не политическое управление, а вот такое, знаете, бытовое. Очень легко их обманывать, очень легко ими руководить, чтобы они не задавали себе никаких вопросов и так далее. Не даром на нашем телевидении, мне кажется, наверное, и у вас тоже самое, все более или менее приличные, хорошие фильмы, передачи идут в позднее время. А то и позднее время. Конечно. Потому что уже люди ложатся спать уже не до этого. Вы были другом Анатолия Александровича Собчака. Что вы думаете о Ксюше Собчак, которая появляется на телеэкранах? Вам не больно это видеть? Мне стыдно. Но я думаю, она умная женщина, она играет такую роль, так мне кажется. Она, понимаете, Ксюша Собчак такая, какая она есть. Осуждать ее или не осуждать, глупо. Вот она такая. Но она не понимает одной вещи, мне просто жаль. Я думаю, что ее фигура, она используется власть придержащими для того, чтобы она как, знаете, вот когда ведут на бойню стадо баранов, перед ним идет козел. И вот когда козел доходит уже до ворот… Шторка закрывается. Шторка закрывается, его другое, а бараны все туда. Но потом и козла тоже ведут с баранами. С козлом, я не знаю. А баранов всех под нож, да? Так вот, ее используют как эту фигуру. Она этого не понимает. Вы и говорили об этом? Нет. А есть желание объяснить ей? Потом все-таки надо понимать, что отец-то был выдающийся оратор и демократ. И во многом преуспел и в городе, и там на съездах. Надо как-то все-таки понимать, что фамилия Собчак не должна быть запачкана. Я немножко коснусь напоследок личной темы. В 8 лет вашей супругой была выдающаяся русская актриса Татьяна Васильевна Доронина. Это была большая любовь с вашей стороны? Бог его знает. Если бы уж такая большая любовь была, то, наверное, второй раз бы не женился. До сих пор ходил бы с траурной повязкой. И говорю, боже, как же так? Нет, все у нас хорошо дома. Она крупная актриса? Она, несомненно, очень большая актриса театральная. Это правда, что когда вы развелись, вы перекрестились? Что, слава Богу, гнет был очень сильный? Да. Я бы не хотел этого касаться. Это уже личная тема. Да, конечно, после нашего развода, я думаю, ей стало значительно легче. Вы общаетесь до сих пор? Иногда встречаемся, да. У нее был юбилей. Вы поздравили ее? Да, я просто не знал, какого числа я забыл. Я позвонил на следующий день. И, значит, я ее поздравил. Конечно, да. Ну, что, с ней связано юность и так далее. Это все само собой, разумеется. А в юности мы все счастливы, нам все хорошо. Поэтому, конечно, мы и она, и я, несомненно, вспоминаем о наших первых совместных шагах с большим удовольствием. Ваша супруга, с которой вы живете более 40 лет, Галина Евгеньевна Мшанская, шеф-редактор питерского телевидения. Да. И две ваши дочери, они тоже имеют непосредственное отношение к журналистике. Да, да, да. И старшая работает вместе с моей супругой. С Галей очень успешно работает, делает ряд интересных передач. В основном это музыкально-балетные передачи, оперно-балетные передачи в Мариинском театре и многом другом. А младший работает на Эхо Москвы журналистом в Москве. Они как журналисты критикуют вас, высказывают свое отношение к вашим спектаклям или кинофильмам? Когда они приходят, значит, и смотрят что-то такое на экране я или на сцене, я понимаю, что они говорят хвалебные слова только потому, что я являюсь их отцом. Я их отлично понимаю, потому что, например, когда я смотрел Яншина в спектакле, допустим, «Школа злословия», где-то в 52-м году, и когда я посмотрел того же замечательного артиста Яншина… Нет, допустим, в спектакле «Нахлебник», где-то мы вместе с мамой смотрели где-то в 70-е годы, это был другой Яншин, и никого восторга особенно он у меня не вызвал. Люди стареют, люди постепенно остаются там, наступают новые времена, хорошие или плохие, судить не нам, нам, старикам, кажется, это плохие времена, а может, они действительно прекрасные. Вы стали большим профессионалом за эти годы, как вы сами считаете, или вы лучше играли тогда? Сейчас мне свободнее, потому что Георгий Александрович Товстоногов, он был очень жестко направлял вас в определенную сторону. Поэтому ты иногда с ним не соглашался, а несогласие значило снятие с ролей. Поэтому приходилось идти за ним, и всегда он побеждал. Он всегда побеждал в споре. Он тебя вытаскивал из твоего болота вверх, и ты ощущал кислород. Но все-таки это было очень трудно. А сейчас, благодаря тому, что нет этого кулака, вытаскивающего тебя, а есть прекрасный режиссер Тимур Чхеидзе, который иначе себя ведет на репетициях, чем Товстоногов, мягах и так далее. Появляется большая свобода. Ну, у меня лично. Вы знаете, часто показывают по телевидению фильмы с вашим участием. Но мне кажется, вершина – это все-таки осенний марафон. По-моему, он был признан лучшим фильмом 1978 года в свое время. Я же не помню. Ну, настолько тоскливо. Такой прекрасный, тоскливый, хороший фильм. У вас нет ничего общего с главным героем? У вас не было в жизни ситуации? У каждого артиста всегда все общее с тем персонажем, который он играет. Всегда что-то есть в человеке. То, что может откликнуться на данный сценарий. Так что и во мне. А во мне, наверное, больше Бузыкинского, чем, допустим, Штольца и Забломова. Тонко ответили. Да. Олег Владимирович, последний вопрос. Я читал, что вы сказали в одном из интервью, оглядываясь на прожитые годы, жаль, бездарно прожил. Это преувеличение или это искренне было сказано? Это искренне. Неужели вы сегодня можете сказать, что… Прекрасно понимаю, что мимо меня в свое время, когда я был учеником школы, студии, замечательной школы, студии Московского художественного театра, прошел театр современник, который на моих глазах формировал Олег Ефремов. А могли бы? А мог бы с ними принять там участие. А почему? А не до этого было. Масса было других дел и вообще, ну мало ли там кто еще делает. Раз. Во-вторых, попытался бы освоить мастерство актера не потом, а именно в студии МХАТ. Больше, ну, проникновение в это дело. Ну, как все студенты, знаете? А, валяй как-нибудь дальше и так далее. Это первое. Во-вторых, когда Саня Калягин в свое время, очень давно, когда мы снимались «Воробей любви», он сказал, что он интересуется философией, и мне это было отлично. «Зачем он философией?» А теперь я понимаю, что, конечно, человек должен это знать. Но не быть Фейербахом или там Кантом, но все-таки знать, что такое Кант ему необходимо, иначе он не может быть актером. Я очень много вначале упустил. Плюс к этому еще и средняя школа, которая вбила в меня отвращение к русской литературе. Как, впрочем, я думаю, у вас и во всех наших возраст людей. Ибо так преподавать – самый интересный предмет в школе – это преступление. И только потом я стал понимать, что такое Гончаров, или что такое Пушкин. Ну, Пушкин, Великий, ну вот и все. Читать он нормально. Онегина, знаем сюжет, все. Потом я прочел через 15 лет после школы только «Онегин». С ума сойди. Или там «Обрыв» Гончарова. Поэтому, конечно, очень многое упущено. Если бы я начал жить сначала, я бы повторил все с точностью, как и делал. Я благодарю вас за прекрасное интервью. Вы знаете, мне кажется, вы пришли уставший немножко, расстроенный, а теперь уйдете, наверное, чуть-чуть в лучшем настроении. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Будьте здоровы. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях был один из кращих радянских акториев – народный артист Радянского Союза Олег Басилашвили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова